Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим обзор на ароматы, которые у нас участвуют в акции обмена по каталогу номер 11 Фаберлик, который работает с 22 июля по 11 июля. И у нас уже была такая акция с обменом средств для ухода за лицом, а теперь Фаберлик предлагает поменять пустые ароматы или те, которые вам просто не подошли, пусть они будут полные, полупустые или совершенно пустые флаконы от ароматов других марок не Фаберлик на хорошую скидку на люксовые топовые ароматы от компании Фаберлик. Один нюансик действует для пунктов выдачи и аромат, флакон от аромата должен быть не менее 30 мл. Все условия расписаны на странице 44-45, ну и ароматы представлены еще и на следующем развороте 46-47. Я вам сейчас их все покажу, они у меня есть и покажу, что я приготовила в обмен. Я, скорее всего, куплю что-то из Ренат в запасе, есть у меня вот такой пустой флакончик, я ему его уже показывала, куплю, больше не куплю. И вы представляете, когда я увидела один стыкатолка, просто подошла к этой коробке, слава богу, я еще не успела ее выбросить и просто оттуда достала и решила, что я с удовольствием обменяю, обязательно какую-нибудь Ренату возьму на подарок. У меня есть обе, они обе мои, я с удовольствием им пользуюсь. Ну, на первом развороте у нас ароматы от Валентина Юдашкина. Давайте начнем с женских. Начнем с первого Валентина Юдашкина Роуз и в нем цветочный аромат с тонким зеленым акцентом. Основные ноты ланды, шпионы, кувшинка. Выглядит этот аромат очень красиво, розового цвета и Роуз, казалось бы, что он должен пахнуть розой, но нет, розами он не пахнет. Первая моя ассоциация была и остается, это аромат Клиник Хэппи. У Клиник Хэппи есть первые очень явно выраженные цитрусовые ноты, но вот когда они уходят, они достаточно быстро уходят, то остается база и средние ноты, и они очень схожи вот с этим ароматом. Я, конечно, не утверждаю, что это стопроцентное совпадение, но я вам просто говорю направление этого аромата для того, чтобы вы могли понять, ну, допустим, вы знакомы с Клиник Хэппи и вы будете знать, что можно будет купить вот такой аромат. Здесь 65 миллилитров в розовой упаковке идет, в пленке, и стоимость всех ароматов, которые я сейчас покажу, 799 рублей по цене каталога. Ну, а если вы зарегистрированы, соответственно, у вас уже есть скидка либо 20, либо 26%, то, соответственно, цена будет еще ниже. Если вы не зарегистрированы, то добро пожаловать в личный кабинет Faberlic. Вы можете спокойненько зайти сейчас по ссылке в описании, там, где будет указано, что это ссылка на скидку 20 или 26%. Проходите буквально двухминутную регистрацию на сайте, и вы сможете еще дешевле купить этот аромат. Буквально с первой же покупки у вас будет скидка. Ну, а если наберете на 1697 рублей, то вам еще в следующем заказе по 12 каталогу будет 2 средства и плюс повязка на голову всего лишь за 1 рубль. Это очень крутые условия. Поэтому смотрите, на каждый аромат, который вы будете добавлять в заказ, вам нужно будет принести пустой флакончик от любого другого аромата. Это обязательное условие, но сейчас будут со мной опять спорить, у меня на пункте выдачи не берут или не требуют, там, еще что-то. Девчонки, у всех пункты выдачи разные, я уже об этом говорила не раз, поэтому все-таки лучше быть дисциплинированно принести. Если не возьмут, унесите обратно и выбросите. Ну, а вообще я приношу и у меня забирают. Дальше, следующий аромат, давайте женский тоже разберем от Валентина Юдашкина. Это Голд, вот это мой любимый. Если Роуз я взяла просто вам показать флакон, то вот этим я пользуюсь сама, я его очень люблю. 65 мл для меня это очень большой объем, при том, что у меня, в принципе, очень много ароматов. И посмотрите, как хорошо он расходуется, просто потому что я очень люблю им брызгаться. Знаете, в какие особенные моменты, когда не знаешь, чем тебе хочется сегодня пахнуть. Ты открываешь вот этот флакон, тестируешь его, нюхаешь, и все, и брызгаешься, и идешь. Очень стойкий, и предыдущий тоже. Прямо шлейфит, и это пудровый аромат, все прям чувствуют пудровые ноты, все, кроме меня. Цветочно-древесный, вот это я бы больше дала ему описание. Я очень люблю древесные ноты, и я даже их не ощущаю по отдельности, но я прям на них западаю, на этот аромат, если там присутствуют древесные ноты. То есть, ну, на каком-то вот, не знаю, каком-то уровне, который я сама даже головой не ощущаю. Здесь основные ноты. Жасмин тоже я очень люблю, жасмин. Гелиотроп и сандал. Вот, в общем, мой любимый аромат. Следующий аромат, это мужской вам сейчас покажу. Здесь 100 миллилитров, покажу, какое у него оформление. И какие здесь ноты? Морской аккорд, мускатный орех и сандал. Я приобрела своему супругу, тоже у нас это не единственный аромат. Расход, ну, пока что минимальный. Ну, и что я хочу сказать про него? Это такой, вы знаете, очень интересный аромат, но не для молодых людей. Я бы сказала, что 35 и выше, а может даже 40 и выше. И этот аромат предполагает, что мужчина должен, наверное, быть одет, ну, не в треники исландцы, а, не знаю, что-то такое вот, ну, ближе к одежде на выход или, по крайней мере, там, ну, по магазинам бы пошли, например, да, что-то одели, там, джинсы. Ну, такое вот, не спортивный стиль, не, не так, ну, в общем, я надеюсь, вы меня поняли. Очень такой немножко обязывающий, что ли, аромат. И мы сначала, когда в пробнике его тестировали, не понравился, но была тоже, по-моему, то ли акция обмена такая же в прошлом году. И я этот аромат купила, ну, вот несколько раз, вижу, попользовался. Ну, среди тоже, опять же, наверное, десятка ароматов, какие есть. Следующий аромат, это аромат от Алены Ахмадулиной. Он у нас выходил вместе с коллекцией одежды. И здесь 50 миллилитров слива, персик и роза, основные ноты. И вот этот аромат мне не подошел вообще. Я вам покажу, насколько красиво он оформлен, настолько же он не подошел мне. Я взяла тоже этот аромат у своей подруги. Она уже, по-моему, не первый флакон использует. И вот что-то я не могу в нем вообще воспринимать. Причем вот я сейчас, мне кажется, даже понюхаю, а у меня потом пахнет под носом будет. Он очень, ну, на мой взгляд, стойкий. То есть у меня на коже он держится очень долго. Если я вдруг вот подержала крышечку или там задела, или, не дай бог, там вот набрызгала на себя, все, я буду чувствовать его, я не знаю, дня 4, наверное. Я не знаю, как он держится, но вот конкретно на моей коже, возможно, потому что я чувствую неприятные для себя ноты, поэтому он для меня хорошо держится, а возможно, это, в принципе, его такое свойство. Очень красивая золотая кисточка. Оформление просто чудесное, но аромат такой на любителя. Поэтому сейчас можете заказать пробник. Сейчас начало каталога, а к концу каталога можете уже сделать обмен баночек и заказать тот аромат, который вам понравился. Вообще, это касается любого аромата, да, но из пробника я рекомендую вам пользоваться много из этого пробника, выливать. Не то, что там вот этой палочкой чуть-чуть себе помазать, понюхать, ну, это для первого тестирования, а на второе, третье, в общем, буквально за 4 тестирования попробуйте весь пробник использовать. Нанесите аромат утром, вечером, нанесите днем, нанесите его на домашнюю одежду, на одежду для выхода. В разных ситуациях ароматы раскрываются по-разному. Не трите его, просто нанесите и походите, поощущайте. Потом, допустим, домашнюю одежду вы наденете на завтра, и вы почувствуете уже базовые ноты, нравится, не нравится, вот таким образом потестируйте, потому что просто, если из флакончика, из этого пробника понюхать, или палочкой нанести там на ручку, вы ничего не поймете, абсолютно. Поэтому представьте, сколько уходит жидкости из флакона, когда вы распыляете, и представьте, сколько вы этой палочкой наносите, то есть аромат должен все-таки какой-то объем иметь, и вы должны этот объем вдыхать, а не вот так вот принюхиваться. Следующее, давайте разберем рейнаты, тоже 799 рублей, начнем с зеленого. Вот он у нас на страничке, первый, и основные ноты это бергамот, опять же, зеленый инжир и ветивер, или ветивер, не знаю что, цветочный зеленый аромат, 60 мл. Когда он вышел, вот опять же я по пробнику сказала, нет, не хочу. А потом я, опять же, этот пробник достала, нанесла, уже другой сезон пошел, более тепло стало, я почувствовала в этом аромате ноты Шанель Шанс от Андер. Девчонки, все, я поняла, что надо, у меня как раз тандар заканчивается, я его отдала уже дочери, там чуть-чуть остался, у меня слишком поднадоел, а здесь есть общие ноты, опять же, это очень напоминающий аромат, но не точно такой же. Поэтому как вариация на эту тему этот аромат мне подошел, единственное, что я перестаю его ощущать примерно через час, а может быть полтора, и потом я едва-едва чувствую, вот одежда ближе к вечеру, ну на следующее утро тоже едва. То есть стойкость у него, ну я бы сказала, не слабая, не совсем слабая, не 30 минут, но и не супер стойкая. То есть если вы с утра этим ароматом, этот аромат нанесли, вечером можете уже другой наносить, они точно не смешаются. 60 мл, или 65, сколько здесь, 60 мл, достаточно большой объем, увесистый очень флакон, тяжелый, красиво оформлен в виде камня, видимо изумруда. В общем, мне, девочки, очень нравится этот аромат, я с удовольствием пользуюсь, купила уже маме, ну и сама. Просто сейчас наношу побольше, расход увеличится, летом буду им с удовольствием пользоваться и пользуюсь сейчас. Ну и последний аромат, это просто мой любимчик, это просто Ринато, тут был Ринато Секрет, это красный флакон в виде рубина, цветочно-фруктовый аромат с древесным шлейфом. Вот опять же, видите, да, я древесные нотки тут учуяла, на каком-то там, не знаю, уровне обманятельном. Орхидея, кашемировое дерево и руш-грузель. Вот руш-грузель, это, кстати, компонент, который используется в нишевых ароматах, и вот этот аромат безумно стойкий, и его сравнивали и сравнивают, и я даю это подтверждение, Armani C, черный флакон, это просто невозможно даже их различить, когда они нанесены на человека. Возможно, когда вы будете тестировать вот таким образом, вы почувствуете разницу, но когда нанесены на одежду, или вы чувствуете от человека, невозможно распознать. У меня у мамы есть и один аромат, и второй, и я, честно говоря, каждый раз путаюсь, я не могу угадать, чем она обрызгается, но в последнее время она обрызгается вот этим ароматом, и я ей предложу купить повторно, потому что, мне кажется, у нее уже он подходит к концу, мы тоже его покупали зимой, и она им активно пользовалась, он очень стойкий, очень стойкий, в отличие от Ринаты Секрет, и ему я ставлю прям твердую пятерку. Ну, в общем, мои два любимчика, это вот эти, и, скорее всего, я повторю аромат Рината, просто для того, чтобы его кому-нибудь подарить, потому что мне достаточно будет того, что у меня есть, и себе покупать не буду, но на подарок там очень красивая упаковка, с картинами написанными, ну, как нам, да, сказали Рината и Литвиновой, что один флакон, что другое, у этого зеленая упаковка с одним рисунком, у Ринаты вот этой красной, у нее другая упаковка, очень красивая, вот просто даже приятно и не стыдно кому-то подарить. Ну, и само имя Рината, мне кажется, это, ну, интересно многим, поэтому, девчонки, заказывайте пробники, начинайте все-таки с них, а если вы уже, конечно же, знаете эти ароматы, вам они нравятся, то воспользуйтесь этой акцией, и, в общем, в путь делаем заказы. Ну, а новичкам, напоминаю, ссылка на регистрацию внизу, вы можете регистрироваться, это бесплатно, это две минутки, никаких паспортных данных не требуется, если вам ничего не захочется, через три каталога без действия, вас просто удалят из базы, и ничего не произойдет. Ну, я надеюсь, такого не будет, желаю всем приятных покупок, желаю всем приятных ароматов вокруг себя, и создавайте их, покупайте, и все, на этом заканчиваю, большое спасибо за просмотр, с вами была Марина Соловьева, всем пока!